Я Валентин Томашевский, приветствую вас у себя на канале. И хочу представить вам новых легендарных героев прямиком с тестового сервера. The Tomb Angel, английское название этого героя, из рыцаря отступников и герой Атаки легендарной. Очень красивая и как раз абсолютно новая анимация нарисованного персонажа. Отлично она оглядывается, смотрит. Крылочки, которые собраны из каких-то заборов, оградок и могилок и оружия. Очень интересно. Первый навык BeFoulment. Осквернение, как-то так будет называться по-русски, я подозреваю. Два раза атакуют случайные цели. Имея 75% шанс наложить штраф наговор на 5 ходов. Этому штрафу невозможно сопротивляться. За каждый критический удар снижает откат навыка Not of This World на 1 ход. В данный момент подобный штраф может накладывать только Минотавр. Вот Минотавр. Вот его гибельный чат. Накладывает порчу. Ну и по аналогии, как порча увеличивают урон от навыка Минотавра Термостоп. Также и здесь будет увеличен урон от второго навыка. Сейчас мы на него посмотрим. Второй навык Жнец некий или Потрошитель порчи. Атакует всех врагов. Урон увеличен на 50%. За каждую порчу штраф наложен на вражескую команду. Соответственно, если на команде 4 лежит порчи на разных героях, то урон будет 200%. После данной атаки штраф порчи снимается со всей команды. Урон основан на атаке. Третий навык. Не из мира сего. Not of This World. Накладывает густую пелену на данного героя на 3 хода. И после этого получает еще один ход. При 100% крит шансе его можно будет применять каждые 3 хода. Пассивка Cruel Angel, что-то типа безжалостный ангел, имеет 50% шанс наложить истинный страх, штраф, на всех противников на один ход, когда враг, противник, теряет 30% или больше от его максимального здоровья за один удар. Напомню, что этот штраф делает. Когда чемпион с этим штрафом пытается использовать навык, есть 50% вероятность, что навык не активируется, и герой потеряет свой ход. Навык, который он пытался использовать, восстанавливается. Если вкратце подвести итог, у героя есть и урон, и куча контроля, так что отличный герой. Тикса Black Scale. Это герой использует старую модельку. На новый лайт. Герой здоровья. Со всех сторон его посмотрели. Ну, что смотреть тут, собственно. Старая моделька. Атакует всех врагов. Лечится на 10% от нанесенного урона. Увеличивается урон за улучшение навыка. Таймонд Скейл. По-русски, алмазная чешуя. Красивое название у второго навыка. На всех союзников накладывает на два хода бонус щит, равный 20% от максимального здоровья данного героя. Накладывает штраф 5% яд на каждого героя, кто ударит по данному щиту. Таким образом, если команда на кланбоссе будет находиться под данными бафами, то босс после атаки получит сразу 5 ядов. Неплохой такой потенциально навык. Третий навык. Биоэрапшн. Это высыпание, взрывание, извержение биологическое. Первым делом данный герой получает урон, равный 50% от своего максимального здоровья. И это произойдет даже в том случае, если это убьет данного героя. Затем все тех же 50% от своего максимального здоровья он нанесет всем противникам. И имеет 50% шанс наложить также штраф с сон на всех противников на один ход. И эта атака всегда имеет нормальный удар, то есть никогда не бывает критической. Ну а так как это герой здоровья, то мы видим, что базовое значение здоровья у него очень большое, 22800. Соответственно, вломить он сможет очень даже неплохо. И очень правильная тематическая аура на пасашок увеличивает всем союзникам здоровье во всех битвах на 30%. Шикарная аура, шикарный герой, по-моему. Будем ждать и тестировать. Следующий герой некая Крила, Вич Арм, рука ведьмы, помощница ведьмы, возможно. Имеет очень примечательные параметры. У нее 16600 здоровья, 1200 атаки, 1200 защиты, 99 скорости. Крит шанс, крит урон, тоже все присутствует. Нормальная, то есть ни в чем себе не отказывает. Отличная эта помощница ведьмы в параметрах. Вич Лайт Барьер. Барьер ведьминого света. Атакует одного врага, накладывает бонус счета, равный 10% от максимального здоровья данного героя, на союзника с самым малым здоровьем на два хода. Как-то в первом приближении не выглядит особо перспективным данный навык. Ну что ж, давайте посмотрим на навык 2. Ослепляющее свечение некий, Blinding Glow, атакует одного противника, накладывает оглушение, штраф на один ход. А вот далее начинается самое интересное. Имеет 80% шанс объединиться в команду с тремя случайными союзниками и атаковать случайного противника. Союзники, которые присоединяются к данной атаке, будут использовать навыки по умолчанию. А один, первый навык. Стоит ли упоминать, что подобные навыки мы очень любим, и они хорошо наносят урона и много вреда противнику. Третий навык. Предзнаменование причуды войны. Накладывает 50% увеличение атаки бонус и 30% увеличение критического шанта бонус на всех союзников на три хода. А после этого атакует всех врагов. Урон навыка масштабируется от атаки, а атаки у нас 1200. И такой навык для поддержки очень даже неплохой. И четвертый герой, последний в нашем выпуске. Это герой без имени, недоделок какой-то. Ну, потому что он идет с тестового сервера, я еще раз напоминаю. Но моделька очень красивая. И топор оригинальный у него, и внешний вид, и уж боевая раскраска в том числе. Это орк с очень хорошей базовой атакой, очень низким здоровьем, но, однако, присутствует у него 1079 защиты. А это важнее, чем здоровье. Здоровье мы подкачаем. Однако 96 скорости не очень-то много. Первый навык еще без имени. Атакует одного противника один раз. Лечит себя на 10% от максимального здоровья. Получает дополнительный ход, если цель была убита. Уже интересно, что же там будет за второй навык. Итак, атакует всех противников один раз. Повреждает себя на 50% здоровья. И это может убить режиссера. Ну, производителя, видимо, сам себя имеется в виду. И в дополнение к этой вахханалии накладывает еще на себя два бонуса лечения. На два хода также. Лечение 15%. То бишь, урон сам себя он наносит уже прямо сейчас. А вот лечение только на следующий ход получит. Но, правда, на 30% сразу. Третий навык. Наносит себе урон 30% здоровья. Эта атака не может его убить. Выравнивает здоровье с противником. Не работает на боссов. Это как-то очень интересно. То есть, у него может быть 0 хп, но померять он не может. Ну, соответственно, видимо, минимум это 1 хп. И после этого он столько же может сделать врагу. Независимо от того, какая там у него защита, щиты и все остальное прочее вкусное. Надо ли говорить, что всегда найдутся умельцы, которые сумеют применить и использовать такой навык. И в дополнение к этим прошлым трем навыкам, дивная пассивочка оживляет себя с 50% здоровья и полной шкалой хода, если этот герой единственный, кто погибший герой в команде. Работа только в команде, состоящей из 4 или более героев. Ну, то есть, на 3 звезды им проходить из-за этого навыка вы не сможете. Однако на арене это очень даже сильный навык. Впрочем, решение на него, как всегда, имеется. Запретить ему оживать и все дела. Аура у этого героя звучит так. Увеличивает атаку союзников во всех битвах на 33%. Отличная аура, как будто прошлого было еще и мало. Отличный герой вырисовывается. Честный и довольно любопытный. Мне данный герой нравится, хоть и немного простоват. Жалко, что его в данной версии игры еще нету имени. 3910-й герой, пока он. Расскажите, что вы думаете об этих героях. А на этом все, друзья, с вами. Давайте прощаться. Не болейте, не скучайте. Пусть вас менет эта пандемия. Всем удачи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова